Привет всем бриллиантовым снежинкам! В сегодняшнем видео мы с вами уже утеплились, потому что мы отправляемся в холодный и снежный Париж. И не просто холодный и снежный, а драгоценный Париж под бриллиантовым снегом. Именно так Ланком описывает свой адвент-календарь. Давайте прочитаем с их сайта. Давайте отпразднуем самую волшебную ночь в году под необыкновенным бриллиантовым снегом в Париже. Ну, конечно же, вместе с Ланком и с их замечательной косметикой. Кстати говоря, в прошлом году мне совершенно не понравился их адвент-календарь. Там было слишком много миниатюр. Надеюсь, что в этом году они нас порадуют чуть больше. И, кстати, хотела вам напомнить, что нужно подписаться на мой телеграм-канал, потому что там много полезной и интересной информации. А еще новости про новые ролики выходят сразу же. Ну и вообще полезно и здорово. Обязательно подписывайтесь, ссылка будет в инфобоксе под этим видео. А второе напоминание – это то, что мои ролики выходят на разных платформах. На Ютубе, на Дзене, ВК-видео и также на Рутубе. Про Рутуб, по-моему, не сказала. Рутуб, Дзен, ВК-видео и, конечно же, Ютуб. Так что смотрите новые видео там, где вам удобно. И все ссылки также будут в инфобоксе под этим видео. Ну что ж, давайте рассматривать адвент. Адвент я заказывала с официального немецкого сайта Lancome. Открываем и смотрим, что там внутри. Ну стильно, кстати говоря. Мне кажется, что он более симпатичный, чем в прошлом году. Хотя пока еще ничего особо не видно. И что нам обещают? Что внутри 5 полноразмерных продуктов, а также 19 драгоценностей. Это что-то новенькое. Помните, как Бенефит обычно пишет про свои миниатюры, что это фансайз. Ну такие смешные, реально там смешные, а не потому что крошечный просто объем. А у Lancome, значит, миниатюры это драгоценности. Ну, конечно, поэтично. И нам обещают, что постепенно, когда мы будем открывать ячейки этого адвента, мы пройдемся по самым знаковым достопримечательностям Парижа, чтобы в результате прийти к нашей волшебной небесной розе Lancome. Не знаю, что это именно будет, но давайте откроем сразу. И тут-то мы все с вами и поймем. Так, как открыть? Открываем, открываем. Где она, волшебная роза Lancome? Где волшебная роза? Где 24 номер? Ах, вот она где! Смотрите! Хитро-хитро! Вот волшебная роза, вот он 24 номер. Теперь понятно. Ну что ж, красиво, конечно, красиво действительно и роскошно. Давайте, начинаем с первого номера. Ну, честно говоря, они как-то тут преувеличили немножко, что мы прям пройдемся по всем достопримечательностям. Я думала, что тема будет такая, что на каждой ячейке, например, какая-то достопримечательность нарисована. Но здесь у нас все довольно очевидно. Вот у нас несколько всего достопримечательностей. И, в общем-то, все. Весь Париж мы с вами уже и посмотрели. Ладно, все. Начинаем с косметикой разбираться. Скорей-скорей. Первый номер. Надеюсь, ну, честно говоря, вот Lancome не самые лучшие составители адвентов с точки зрения того, что куда класть. Потому что все-таки в первом номере всегда хочется, чтобы было что-то особенное. Какая-то вот затравочка, да, для настроения. Что-то особенное, такое очень красивое. Но здесь у нас уходовое средство. Это что конкретно? Это молочко для снятия макияжа из серии Comfort. Классная, кстати, серия. Идеально подходит для сухой кожи. Мне очень нравятся тонеры из этой серии. И кремы, кстати, тоже хорошие. Но молочко для снятия макияжа, во-первых, пользуются не все. Во-вторых, ну, как-то 50 миллилитров. Ну, ладно, хорошо. Хоть не совсем что-то крошечное положили. Теперь переходим ко второму номеру. Второй номер маленький, но тяжеленький. Открываем. И во втором номере нас ждет серия Absolute. Одна из самых дорогих, если не самая дорогая серия от бренда Lancome. И это мягкий крем. Здесь 15 миллилитров. Написано, что не для продажи. Ну, пробничек, который, я уверена, можно получить за какую-нибудь такую обширную и дорогую покупку в магазине. Кстати, я поняла, что нас он все-таки загипнотизировал. По крайней мере, меня. Я тут уже вся мыслями в Париже, снежном. И я вам не сказала, сколько он стоил. Стоил он 185 евро на официальном немецком сайте. В рублях это примерно 19 371 рубль. И, кстати, примечательно, что они нам обещают довольно-таки шикарное наполнение. Более 550 евро. И в рублях это 57 592 рубля. Ну, согласитесь вообще. Обещание, конечно, приятное. Так, дальше у нас третий номер. Открываем. И снова крем. Снова крем. Это какой-то грязненький. Такой красивый и немножко грязненький. Крем из серии Hydrazen гелевый крем для увлажнения кожи. Это у них серия, ну, такая она, самая, наверное, базовая. Просто быденистые кремчики. Хорошие, увлажняющие, но больше подходящие для кожи нормальной или жирной. Хорошая, кстати, серия. Ну, тоже не всем она подходит. И здесь снова 15 мл. Снова написано, что это не для продажи. То есть совсем пробничек. Теперь четвертый номер. Скромненько выглядит. Что же внутри? Ага, это аромат. Аромат, который тоже мы стабильно находим в последние годы. И это, конечно же, трезор. Замечательный аромат. Очень элегантный. В то же время нежный. Но он взрослый. Он подойдет элегантным дамам. Как мне кажется. Симпатичная тоже маленькая упаковочка. Все как в прошлом году. 7,5 мл. Интересно, что помню, что в каком-то году они делали адвент финалом, которого был полноразмерный аромат Трезор. Ну, по-моему, там 30 мл. Но все равно это, по крайней мере, версия, которую действительно можно купить в магазине. И она считается полноразмерной. Теперь, теперь номер пятый. Где же он? Вот он. Нашла. Вот это я очень не люблю. Очень не люблю находить в адвентах. Это Advanced Genifique. Хорошая сыворотка. Как всегда, хочу напомнить, что обычно у брендов такого классического люкса есть вот своя сыворотка. У Shiseido это Altimune. По-моему, так она называется. У Estee Lauder, ну, все знают, Advanced Night Repair, и у Lancome это Advanced Genifique. Просто конкретно, эта сыворотка, здесь маленький формат, 10 мл, в точно таком же формате попадается практически во всех мультибрендовых адвентах. Причем там бывает и побогаче, побольше. Эта сыворотка всегда в адвенте Lancome, она есть. Я помню, что мы в прошлом году ее чуть ли не два раза нашли. Ну, там немножко в разных вариантах, там вроде одна была для глаз, другая была просто базовая сыворотка. И слишком, слишком она часто везде мелькает. Она даже раньше постоянно просто была во всех бьютибоксах. Там золотого яблока, какие бьютибоксы не возьмите, везде лежала эта сыворотка. Ну, скажем так, что немножко какое-то произошло, наверное, обесценивание ее из-за того, что этих пробников было много просто везде. Так, теперь у нас шестой номер. Ну, здесь, понятное дело, будет крем. Да, мы правильно угадали. И это ночной крем Rennergy. Rennergy, наверное, так читается, для, соответственно, кожи возрастной. 15 мл. Все кремы у нас одинакового формата, поэтому можно, наверное, даже не уточнять. Все просто в пробничках. Теперь седьмой номер. Тут, кстати, лавочка нарисована, как будто мы должны с вами немножко передохнуть на лавочке и подготовиться к следующим номерам. А отдыхаем мы с крошечной помадкой. Помада L'Apsolu Rouge 505 номер под названием... Просто 505 номер. Это серия «Драматические матовые оттенки». И здесь 1,6 граммов. Что-то вообще, конечно, печаль. Совсем печальный объем. Но это фирменный почерк «Ланком». Вот они любят так делать. Просто крошечные. Класть в пробнички даже не 2 грамма, а получается 1,6. Но цвет, кстати, классный. Красный, такой с синим подтоном. Все как нужно, чтобы подойти максимальному количеству людей. Чтобы всем, в общем, было красиво, чтобы не желтел зубы. Теперь номер восьмой. Подозрительно легкий. Что же внутри? Пробник туши. Лэш и доль. Мне, кстати, нравится эта тушь. Не могу сказать, что она прям моя самая любимая. Но очень даже неплохая. С силиконовой щеточкой изогнутой. И это, мне кажется, одна из их самых новых тушей. Она вышла, ну, год, наверное, 3 или 4 назад. Тоже мы с вами ее тестировали на канале, когда она только появилась. Тушь действительно неплохая. Так, восьмой номер открыли. Теперь нам нужен номер девятый. Где же он? Где же он? Снова очень легкий номер. И снова помада внутри. Опять в таком же объеме крошечном. И это французский идол. В этот раз это серия L'Apsolu Rouge Intimat. 888 номер. Не очень, кстати, понятно, чем отличается L'Apsolu Rouge Intimat от, или Intimate от, соответственно, матовой драмы. Ну, симпатичный оттенок. Такой оттенок постаревшей немножко розы. Ну, ладно, хорошо. Маленькая помадка. Я не очень люблю эти маленькие помадки. Почему? Потому что я больше люблю полноразмерные помадки. Особенно в адвентах. И интересно, что эти помадки еще плохие тем, что они очень быстро ломаются. Из-за того, что такие вот прям тоненькие, ими надо так аккуратно пользоваться. Вот так вот чуть-чуть выдвигаете и красите губы. Потому что если больше выдвинете, нормальная бы помада вела себя нормально. Из-за того, что здесь очень тонкий стик, они прям сразу отламываются. Поэтому будьте аккуратны, если вам в руки попадет такая маленькая помада. Теперь у нас 10 номер. Ну, наконец-то, что-то побольше. Я надеюсь, что и наполнение будет приличное. Кажется, что это аромат. Упакованный, ну, значит, аромат. Звезда от Lancome. Парфюм «Жизнь прекрасна». Замечательный аромат. Мне он очень нравится. Он, конечно, больше осенний-зимний. Потому что он и сладкий, и восточный, и такой терпкий. Ну, замечательный. Действительно, очень приятный. И здесь объем, на самом деле, нормальный. Мне кажется, здесь миллилитров 10, да, 10 миллилитров. Как в стандартных вот таких упаковках. Уже, уже что-то, знаете, так побогаче нам досталось. Кстати, вы заметили, мы пока не нашли ни одного полноразмерного средства. Может быть, в этом году логика такая, что все полноразмерки будут где-то в конце. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Сколько нам там обещали? Пять полноразмерок и 19 драгоценностей. Пока у нас только драгоценности. Мы уже, можно сказать, все увешаны этими драгоценностями. Так, снова маленькая помада. В этот раз опять драматическая матовая 196. Опять красная. Ну, понятно, к Новому году все оттенки красного. Здесь уже явно оранжевый подтон. Смотрите. Ну, видно, да? И, конечно, мне, скорее всего, такая не подойдет. Но нет, точно, это прям... Я вижу сразу, что это не мой цвет. Он такой вот морковный. Мне обычно такие цвета совершенно не идут. Теперь у нас 12 номер. Хотела сказать тяжелый, но на самом деле нет. На самом деле первая полноразмерка. Вот она. И это гипноз-драма в новом футляре. Надо же, они, наверное, сделали перевыпуск. То есть, новые футляры, может быть, здесь даже новая формула. Мне очень нравится оригинальная тушь гипноз. Это одна из моих любимых тушей. Но я бы не сказала, что она какая-то прям совсем уникальная. Потому что я считаю, что тушь это точно не тот продукт, который, так скажем, в люксе. Вот прям выдающейся. Хороших тушей в бюджетной категории очень много. Тем не менее, если говорить про люксовые туши, то туши от Lancome, они вот по праву считаются топовыми. Действительно отличными. Гипноз классическая. Мне очень нравится. А вот гипноз-драма немножко поменьше, потому что она супер объемная. И здесь еще щеточка, как этот футляр, она такая вот перекрученная. И она наносит большое количество туши. Поэтому она и называется драмой, из-за того, что она очень много туши наносит. И создает на ресницах большой объем, соответственно, средства. Но интересно будет попробовать. Может быть, они там как-то немного изменили формулу. Наконец-то, наконец-то у нас первая полноразмерка. Итак, теперь у нас тринадцатый номер. Может быть, тоже полноразмерка. Это было бы приятно. Нет, не полноразмерка. Но, тем не менее, уже кое-что интересное. Это молочко для тела парфюмированное. С ароматом как раз жизнь прекрасна. 50 миллилитров, ну, стандартный формат. И обычно во всех люксовых календарях монобрендовых мы что-то такое и находим. Обычно у Шоссейда это аромат гинза. Ну, соответственно, у Ланком. Либо это Трезор, либо это Идоль, либо это Жизнь прекрасна. Ну, хорошо. По крайней мере, уже что-то такое новенькое и отличающееся от маленьких помадок. Так, теперь четырнадцатый номер. Снова крем. В очень маленьком формате. Advanced Genifique. Снова крем для глаз. И здесь 5 миллилитров. Ну, это прям вообще неинтересно. Можем, знаете, просто проскочить этот момент. Как-то, как-то совсем печально. Так, ладно, пятнадцатый номер. Пятнадцатый номер здесь. Но это, конечно, так себе. Знаете, на что это похоже? Наверняка вы помните, по крайней мере, раньше Ланком выпускали тревел-наборы. Они обычно продаются в Дьюти Фри, в аэропортах. И я помню, что я много раз их покупала, потом, правда, жалела, потому что в результате они очень редко используются. И вот обычно в этих тревел-наборах лежит такая тушь, на которой всегда написано, что это сэмпл, это не для продажи. И в этот раз у нас тушь Hypnos в оттенке Noir Hypnotique. Ну, классическая тушь Hypnos, классическая щеточка. Здесь всего два миллилитра. Супер просто крошечная. Ладно, пятнадцатый. Это какой был пятнадцатый? Теперь нам нужен номер шестнадцатый. Так, хорошо. Открываем и смотрим, что внутри. А внутри снова крем. Маленький крем Rennergy. Пептидный крем. Здесь сложное название. Пятнадцать миллилитров. Ну, опять крем для возрастной кожи. Хорошо, хорошо. Номер шестнадцатый. Где наши полноразмерки? Где они всего одну нашли? Хочется как-то уже побольше. Ладно, у нас есть время. Все в порядке. Нам просто нужен теперь семнадцатый номер. И вот он как раз смотрит прямо на нас. Открываем. И внутри. И внутри сыворотка для ресниц. Даже и непонятно. Интересно, это, может быть, это даже полноразмерка? Потому что она, ну, в нормальном формате. Здесь четыре миллилитра. Хотя, честно говоря, кажется, как будто все-таки нет. А может быть и полноразмерка. Не ясно. Так что же это такое? Ага, понятно. Это, я думала, что это сыворотка. На деле, это просто белая база под тушь. Для того, чтобы сделать ресницы более объемными. Объемными. И написано, что здесь, в общем, 24 часа она держится на ресницах. Тушь лучше на нее как-то наносится и дольше держится. Также еще на 93% больше, точнее 93% опрошенных увидели большую длину, больший объем. И даже каким-то образом, вот это вообще неправда, 85% опрошенных, они увидели, что больше подкрученные ресницы становятся. Вот это, кстати, я хотела бы поспорить. Такие базы белые, они обычно обволакивают ресницы и дают вот этот первый слой, на который вы потом наносите больше туши. Они просто по определению не могут фиксировать, если здесь нет надписи, что они именно фиксирующие. Вот такие базы фиксирующие продаются чаще всего в корейской или в китайской косметике. И они не дают объема. Они именно работают как лак для ресниц. Вы подкрутили керлером, нанесли эту базу. Она обычно абсолютно прозрачная, и она просто вот так фиксирует ресницы. И потом поверх вы уже наносите тушь. А вот такие базы, они работают как раз ровно наоборот, потому что у них кремовая текстура. Их назначение придать больше объема ресницам и больше длины. И они, соответственно, уже сами опускают ресницы, потому что они тяжелые. И потом, когда вы наносите больше туши, ресницы еще больше опускаются. Поэтому я не согласна с теми, кто сказал, что там какой-то завиток больше появляется на ресницах. Это просто неправда. Теперь у нас 18 номер, и как будто там что-то тяжелое. Я очень на это надеюсь. Ой, вот здесь красота! Вот здесь наконец-то нам с вами повезло. И что же это такое? Это палетка. Это палетка в оттенке 0,9. Надеюсь, нас порадуют цвета. Давайте посмотрим. Ну, красиво. Ну, красиво, конечно. Неожиданно она в таких сероватых цветах. Даже как-то внезапно. Серовато, фиолетово-розовые. Ну, здорово! Я очень рада, что мы нашли палетку полноразмерную. Вообще красиво. Я не то чтобы большая ценительница вот этих палеток теней от люксовых, таких, знаете, классических люксовых брендов. Потому что я считаю, что обычно тени там специфические. Как правило, это немного устаревшие формулы. Это немного такие устаревшие текстуры. Но, тем не менее, это не значит, что они плохие. Они просто своеобразные. Они обычно очень красиво блестят. Но это такое вот, такое сатиновое сияние, принятое у люксовых брендов. И еще они часто бывают суховаты. Вот, кстати говоря, Dior недавно перевыпустил свои классические тени, свои классические палетки. И они там дел, конечно, натворили. Их старые палетки были намного лучше, чем их новые палетки. Я говорю именно про классическую серию. Не про Dior Backstage. Потому что там как раз хорошие тени. Они решили, что теперь мы сделаем супер натуральные ингредиенты. И все у них пошло как-то не так. То есть ингредиенты, наверное, натуральные. Но эффект намного хуже, чем раньше. Тени получились очень сухие и малопигментированные. Тем временем мы с вами открываем номер девятнадцатый. И тут уж ланком решили, что все, последние номера, финишная прямая. Сейчас мы вам покажем как раз те самые полноразмерки. Мы нашли помаду. Снова эта серия L'Absolu Rouge Intimat. И оттенок двести девяносто девятый под названием французский кашемир. Но красиво, красиво, конечно, люксово. Когда нормальный формат уже намного приятнее. Но оттенок что-то как-то, конечно, тоже подозрительно оранжевого цвета. Но не знаю, нужно пробовать. Хотя я думаю, что тоже не совсем мой цвет. Ладно, могли бы положить классическую красную помаду. Которая идет всем просто в большом формате. И это было бы совершенно замечательно. Хотя, знаете, у меня иногда есть подозрение, что бренды кладут полноразмерки в адвенте. Те, которые плохо продаются. Поэтому мы часто с вами находим в полноразмерных форматах. Вот помните, в Армане тоже у них такая есть тема. Они кладут какие-то дикие просто цвета в полноразмерках. И когда на них смотришь, кажется, что, ну, наверное, просто у вас на складе. Их осталось много. Теперь номер двадцатый. В двадцатом номере снова серия Absolute. И в этот раз мы нашли крем для глаз в крошечном формате 5 мл. Ну, для крема для глаз это еще куда не шло. Потому что обычно у них полноразмерные версии. По пятнадцать миллилитров. Интересно, кстати, что здесь большая надпись по-китайски. Как будто они... Именно эту партию пробников предназначалась она для Китая. И поэтому здесь огромная подпись на китайском. Так, хорошо. Теперь двадцать первый номер. Увлажняющий тоник с розовой водой. Пятьдесят миллилитров. Ну да, что-то у нас пока тоника не было. Конечно, не то чтобы очень радостно, что мы его нашли. Я-то уже, видите, губу раскатала. Думала, что все, теперь будут полноразмерки. Но не тут-то было, не тут-то было. Дальше находим совершенно такие стандартные предметы. Двадцать второй номер. И уже вижу, что там снова что-то такое уходовое. И это... Ну, по крайней мере, вот эту вещь я люблю. Это как раз этот тоник из серии Comfort. Он так и называется. Comfort. Это не я говорю. Comfort неправильно. Такой тонер очень густой. Больше всего похожий на корейский. С густой текстурой. Предназначенный для сухой и также чувствительной кожи. Действительно классный. Ну, хорошо. По крайней мере, этому мы рады. И у нас остается всего два номера. Это двадцать третий и двадцать четвертый. Двадцать третий совсем миниатюрный. Что же, что же мы здесь найдем? А здесь мы находим как раз аромат под названием Идоль. Давайте понюхаем. Прекрасный аромат. Замечательный. И чуть-чуть свежий. И в то же время тоже восточный. И пряный. И все на свете. И цветочный. Мне нравится. Мне вообще нравятся, наверное, все абсолютно ароматы от Lancome. Но, понятное дело, ароматы – это одно из главных вообще, что они выпускают. Такой центральный их продукт. И, говоря про центральные продукты, а также ячейки, мы с вами пришли к волшебной ланкомовской розе. Вот она в центре. Что же там может быть внутри? Ну, наверное, там аромат. Мне так кажется. Вот как вы считаете? Что-то тяжелое. Сильно тяжелое. Неужели? Неужели это аромат? Кажется, что да. Посмотрите, какая внутри коробка плотненькая. Вот как обычно в духах. Да. Аромат. Жизнь прекрасна. В каком формате? Сколько здесь миллилитров? Здесь 30 миллилитров. Ну, то есть, это полноразмерная версия. Как раз таки, но в самом маленьком формате. Как-то немножко, правда, странно, что у них получается, что один и тот же аромат, сколько, три раза нам попался. Получается, он в таком формате был, теперь в большом формате. И плюс у нас еще есть лосьон для тела, тоже с этим ароматом. На всякий случай пересчитала снова все предметы, чтобы точно мы ничего не пропустили. Мы ничего не пропустили. Здесь 24 штуки. И давайте посмотрим, что мы нашли из полноразмерок. Они нам обещали, сколько полноразмерок? Пять. И я, честно говоря, не совсем поняла, какая здесь пятая полноразмерка. Но я предполагаю, что, наверное, это сыворотка. Точнее, это база для ресниц. Потому что она была в коробочке. На ней, по крайней мере, не написано, что это пробник, как на других предметах. И я просто не вижу, где еще полноразмерное средство. Получается, что помада, тушь у нас полноразмерная. Ну, допустим, это база. А еще, соответственно, палетка красивая наша. И ароматы. Это полноразмерные средства из этого адвента. Все остальное – это драгоценности от Lancome. Ну, что я могу сказать по поводу этого календаря? Честно говоря, ну, наверное, наверное, за 19 тысяч нормально. Нормально. И как бы есть действительно что попробовать. Здесь и палетка, и тушь обновленная, и вот аромат полноразмерный, и другие ароматы тоже можно попробовать. Но, на мой взгляд, все-таки не блестяще. На мой взгляд, слишком много они кладут миниатюрок, слишком много пробников. И просто эти пробники, они немного портят общее впечатление. Ну, как-то хотелось бы побольше полноразмерок. Хочу еще отметить, что часто возмущаются в комментариях, что как-то вот я недовольна бываю адвентами. Но, с другой стороны, я же их покупаю на свои деньги. Поэтому, знаете, за свои деньги хочется получать побольше всего интересного. Тем не менее, я пересчитала, что у нас получилось по наполнению. И наполнение действительно впечатляет именно в денежном выражении. Потому что, потому что, если считать стоимость этого всего добра по немецкому сайту, то у нас получается даже больше обещанных 550 евро. Это 574 евро и 55 евроцентов. То есть, в рублях сейчас примерно по курсу это получается 60 162 рубля. Но я вот на это смотрю, и мне не кажется, что здесь 60 тысяч рублей на этом столе. Вообще даже близко. Но хочу отметить кое-что по поводу немецких сайтов, официальных сайтов, люксовых брендов. И вообще по поводу их ценообразования. На самом деле, это не только немецких сайтов касается. Это вообще, в принципе, касается своих сайтов, всяких люксовых брендов. Таких как Lancome, Shiseido, Dior. Вот таких сайтов. Дело в том, что у них очень часто сильно завышенные цены. На те же самые продукты, которые вы, например, можете в сетях купить значительно дешевле. И при этом я, кстати, заметила, что на немецком сайте дороже многие продукты, чем, например, на Lancome'овском сайте в Великобритании. Может быть, это связано с какими-то налогами, поэтому там все дороже. А может быть, наоборот, на немецком сайте, там, знаете, есть какие-то промо-коды, по которым вы можете получить в результате хорошие скидки. Но, честно говоря, покупать косметику вот на официальном сайте люксовых брендов, это обычно так себе идея. Потому что в сетях чаще бывают скидки, и цены там, в принципе, более приятные. Но, в общем, выгода-то у нас получается хорошая. Выгода получается 40 791 рубль от этого адвента. Пожалуйста, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу наполнения. Как вам вся эта красота? Или, наоборот, может быть, вы разочарованы. Кстати, хочу сделать еще один комплимент. Самому адвенту, мне кажется, он очень красивый. Он оформлен просто потрясающе. Ну, конечно, они здесь еще сказали, что мы тут прям соберем все достопримечательности. Это они немножко замахнулись, потому что бывают с такой задумкой и более интересные адвенты. Но, по факту, достопримечательности нарисованы в адвенте. Нарисованы. Поэтому, наверное, не нужно придираться. Вот оформление, конечно, очень красивое. Кстати говоря, оформляла адвент французская художница София Уаррес. Наверное, так это произносится, ее фамилия. В общем, пишите, что вы думаете, какие у вас впечатления. И хотели бы вы, например, заказать такой адвент. Спасибо вам за внимание. Я вам сегодня желаю волшебного дня, прекрасного, совершенно мечтательного. И чтобы у вас сегодня все было хорошо. До скорых встреч на всех моих платформах в новых видеороликах. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!